Он будет искать женщину, которая даст ему это. Это его природа материальная. Поэтому он как бы силой брака зависит от отношений, развития. Не просто от совместного пребывания в одной среде, а от совместного развития в этой среде. Среда должна развиваться по мере развития отношений. Среда должна очищаться. Ваш дом должен быть очень чистым статусом. И внешне, и внутренне. Где вы приходите, как в святилище. Где даже если какая-то сверна проникла, там вы очищаетесь. В общении с женой, с семьей, с друзьями. Приглашаете гостей. Постоянно очищаете, освежаете, омолаживаете дом свой. Эта культура тоже описана. Как живут семейные люди. Как приглашать гостей, для чего и каких. Чтобы дом очищался. Когда есть программа развития, тогда вы защищены. В любом случае, никто не защищен. От женщины. Так говорят народе. Женщины, как и смерти, невозможно избежать этой жизни мужчины. Так говорят народе. Это не защищен. Мужчина не защищен от женщин. Если нет программы саморазвития в семье. Нет этой цели, нет этого движения, цели. А просто есть присутствие. А обычное присутствие. Просто обычная жизнь. А нам нужна необычная жизнь. Вот мы о чем говорим. Хотя, если элемент принести духовную семью, вы увидите, будут большие, хорошие перемены. Насколько возможно сделать этого? Сколько ваших сил достаточно это будет в этой жизни? Чтобы прожить уже более счастливую жизнь? Ну, полноценную жизнь. Не смущайтесь, когда мы говорим, что это высокие стандарты, в очень трудных вещах. Делайте сколько можете. Все очень хорошо. И, скорее всего, ваши дети, они продолжат это сделать еще больше. Вообще, духовно, человек в этом мире не так часто встречается. Хотя, каждый может. Интересный парадокс. Каждый может. Но лично встречается. Мудрец, он путешествовал и встретил царя. Так поклонился к мудрецу и сказал, благослови меня, мудрец. И сказал, что он жил ей долго. Как можно больше, не умирай. И ушел. Пошел дальше и увидел монаха. Одиночку и молился. Он встретил мудреца и говорит, мудрец, меня благослови. Умри немедленно. И ушел дальше. Тебе не нужно жить. Вышел прямо сейчас умирать. Так благослови. Потом встретил вестника. Вестник тоже сказал, меня благослови. Не живи и не умирай. Вышел. Что же имеется в виду? Что за благословение такое? Царь наслаждается в этой жизни своей хорошей кармой. Но он ее исчерпает. И исчерпает и упадет вниз с этой вершины. В следующем рождении. Поэтому тебе лучше не умирать. Жили как можно дольше. Будучи у тебя не очень. Хороший. Когда здесь монах, который царьбат соблюдает, чистоту, общается с женщиной. Но он в зоне риска находится. Женщина может сбить его с пути, любая, пока он в этом мире находится. Есть риск. Умри, пока сейчас ты чистый. Не досинишь выше планеты. Пока ты не упал. Пока тебе никто не согласен. Лучше тебя прямо сейчас умрет. Когда сидит в мясниках, он сказал, ну, дорогой, ты живешь в ваду и в вад пойдешь. Не живи, не умирай. Все для тебя плохо. А когда встретил человека уже преданного Богу, он сказал, можешь жить, можешь уверять, а одинаково для тебя хорошо. Ты сейчас служишь Богу и потом пойдешь к Богу. Для тебя все будет приятно. Ну, четыре поиска. Спасибо. На этом мы закончим. Спасибо. Большое обвинение. Сейчас есть новый проект «Вопрос-ответ». И на все вопросы Александр Геннадьевич может ответить онлайн, если вы запишите вопросы у этой девушки, оставив на бумажках свои вопросы. Еще также мы хотели поблагодарить Александра Геннадьевича Накимова, молодое поколение. Александр Геннадьевич очень много путешествует. И, конечно, не хочет расставаться, но он может оставаться с нами в своем художественном воплощении. Это книги. Поэтому вы можете сейчас приобрести книги и получить автограф. Александр Геннадьевич, спасибо большое. Да. Сейчас нужно быстро пройти за книгами, получить автограф. Ну и у нас что-то хотела сказать Светлана. Александр Геннадьевич, мы от всей души благодарим вас за то, что вы приехали к нам в город, за то, что вы нас наделили. Вы поделились своей мудростью. Спасибо вам огромное. И я вижу, что наверняка у многих изменится жизнь в отношении к мужчинам, отношении к женщинам. Спасибо. Пойдемте в общую фотографию. Можно сейчас, кстати, подойти и сделать общую фотографию. Проходите на сцену, я сфотографирую, вы уже в интернете. Сейчас книгу на сфотографируем и сфотографируем. Спасибо. Спасибо.